У нас было очень интересно все-таки там побыть на этой молитве, потому что там действовал Дух Святой, там говорил Дух Святой. И вот что я вам поставлю в одно последнее. Русские. Послушайте внимательно. На Украине 40 лет назад Бог сказал такое слово. О, страна, страна Совета, ты ищ самая благословенная на земле, ибо из тебя войдет самое большее количество в избранную мою голубицу. А дальше, так поворачивается пророк, говорит, а за местность сию, это не за Донецк, и это не за Херсон, и не за Крым. А за местность сию не останется ни единого жителя, только бурьян и шакалы. А сыновей моих, как воронов, я пошлю, несущих пищу, и заради сыновей я изменю климат планеты Земля, и в Сибири расцветет Кипарис. Благодарите Бога. Благодарите Бога. Бог особое внимание обратил на эту страну, на этот народ. Ты есть самая благословенная на земле. Бывший Советский Союз. Самая благословенная на земле. Ибо из тебя войдет самое большее количество в избранную мою голубицу. А за западную Украину, сказал Бог, не останется ни единого жителя, только бурьян и шакалы. Вот так. Я мог бы много еще вам сказать о крови Божьих. Но это пусть будет для вас в памяти, когда вы будете жить и будете видеть. И сегодня кричат о климате, изменении климата, потеплении. Надо то делать, надо то делать, надо то делать. Делайте вы, что хотите. Бог поворачивает. Слышите, нет? Да, именно. Бог поворачивает. И 40 лет назад это слово было. Я изменю климат планеты Земля заради сыновей моих, которые понесут пищу, как вороны. Куда? В Сибирь. Слышите, нет? А когда она где, то Сибирь. Вы сами знаете. Пусть Бог благословит. Пусть Бог благословится. Продолжение следует...